здравствуйте дорогие мипломаны и даже мипломаньяки сегодня у нас тоже персонаж из настольной игры фолклор да affliction на русском фольклор скорбь игрок дан у него фокус кулачный боец его класс это джентльмен вы можете спросить почему здесь тогда два персонажа но ему достался голубой маркер истории который дает дополнительного персонажа у этого персонажа как вы можете заметить нет имени нет номера также он не может использовать очки силы но в остальном он действует как обычный персонаж и использует свое основное оружие давайте сначала разберемся с этим бонусным персонажем а потом уже перейдем к самому кулачному бойцу в качестве основного оружия у нее склянки с кислотой три заряда так как здесь указано что это у нас бросательное оружие можно бросать на любую дистанцию так как нету слова фрон плюс на расстоянии 2 от цели все другие вражеские цели также получают одну единицу урона три заряда d4 для броска одна рука плюс так как она является хоть и не полноценным но все-таки участником нашей команды она получает плюс 3 максимум квите который мы уже ей добавили 21 плюс 324 в том числе и на крутилке и также действует ее пассивные способности она получает поглощение 1 против огня поглощение 1 против огня и у нее иммунитет против коррозии также как я уже упомянул у нее статус избранный фейворд я так решил решил локализовать то значит что она получает плюс 1 ко всем параметрам плюс еще один плюс 1 вот два ряда по плюс 1 от печати кремеля которая находится у охотника за головами плюс ее основные показатели археология плюс 2 бдительность плюс 1 и речь плюс 1 означает что по всем она получает 2 кроме бдительности где она получает 3 речи где она получает 3 и также археологии где она получает 4 это собственно все что они можно сказать она участвует как отдельный игрок даже несмотря на то что у нее довольно простой алгоритм и также она не принимает участие в решениях это на тот случай если нас соберется семеро человек пятеро будут играть номерными персонажами один будет играть химичкой ну а я желательно буду своеобразным гейммастер теперь перейдем к нашему кулачному бойцу кулачный боец имеет как мы видим 440 единиц знаний знания здесь у нас равны опыту два положительных статуса избранный как и у химички и удачливый удачливый помимо того что дает плюс один к ловкости также дает плюс один к поиску что означает что он будет нашим основным лутером среди предметов у него есть зелье силы и также он уже воспользовался в этой истории счастливой монеты чтобы получить статус удачливый статус действует до конца главы также из предметов интересно то что у него есть спартанский шлем который дает плюс 4 к защите и в качестве союзника у него мистик который дает плюс одну очко силы и одну единицу оккультизма что это означает а в сумме это означает то что у него археология археология мужество оккультизм и три кирик как я уже перевел и ловкость 3 а речь 4 что довольно таки неплохо плюс у него самый большой показатель вид и 22 плюс 2 плюс 3 27 плюс 2 вид и мы выбрали когда он получил 100 единиц знаний на текущий момент у него 15 единиц знаний и 3 очка силы значит он дополнительно может атаковать три раунда также что тут у нас интересного у него очень интересная способность мы разблокировали ее на 350 единиц знаний он получает плюс 5 мощи каждый раунд когда он атакует одну и ту же цель вплоть до плюс 20 и для того чтобы это обозначить мы используем вот такой вот жетон цели для того чтобы обозначить что он будет получать плюс 5 мощи в каждом раунде пока не наберется плюс 20 до надо будет что-то какой-нибудь счетчик еще придумать мы подумаем над этим способность которую мы разблокировали на 200 единиц знаний не особо универсально но зато можно оттолкнуть врага на 4 пространство вместо того чтобы использовать дополнительную атаку в том числе один раз можете атаковать один раз воспользовавшись очком силы можете оттолкнуть противника ну и на 500 что же у него такого интересного на 500 а если вы не двигаетесь в этом раунде вы получаете две две атаки кулаками так что это обозначает это обозначает что вместо двух атак которые есть у кулачного бойца он в сумме может получить 4 2 стандартные и плюс еще две за использование одного очка сил также немного наш джентльмен выделяется так как он прибыл из европы будущего около 1900 года и также как и шарлок омс он знает восточное искусство борицу хотя на самом деле борицу основан на бортицу а бортицу является синкретическим то есть боевым искусством которое смешивает стиле других боевых искусств созданным в как раз в англии ну и наша ученая тоже мы можем заметить по ее одеянию тоже приблизительно где-то из второй половины 19 века судя по тому как она одета вот так вот выглядят их фигурки вот ученые у нас химичка с пером с клянкой и с книжкой и кулачный боец у нас вот такой вот в позе в стойке в боксерской стойке с котелком на голове далее что у нас еще интересно есть также у нас есть плюс один к инициативе помимо естественно броска до 10 разели силы я рассказывал про способности способности химичка мы не можем использовать зато есть у нас не особо универсальная не особо универсальная способность джентльмена которая действует и на фокус кулачный боец перед и в перед и после вашей атаки вы можете двигаться вперед-назад как боксер и далее вы можете использовать способность за одно или два очка силы чтобы уменьшить урон который вы или ваш союзник получите получите от врага один свой раунд вы получаете едва в раунду во время раунда одного из ваших союзников или противников но вот что интересную способность я ему добавил когда он получил два очка силы вы атакуете вашего врага за два очка силы нанося ему 1d6 урона для этого не надо бросать d100 чтобы нанести этот урон надо просто потратить два очка силы один раз за раунд если результатом была шестерка вы наносите еще дополнительно d6 урона и повторяете это пока результат не будет 6 то есть теории если нам повезет мы можем за один раунд при помощи двух очков силы добить какого-нибудь противника у него три очка силы значит он может один раз атаковать дополнительно борицу при помощи при помощи борицу и еще за два очка силу может то есть за один раунду можно нанести довольно таки серьезный урон потратив три очка силы ну и на этом собственно и все благодарю вас за внимание